Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных отчетах, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставлять ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня нас ожидает крайне насыщенная торговая сессия с кучей фундаментальных отчетов, как и обещал. Первое, на что обратим внимание, в 7.30 по GMT решение Национального банка о Швейцарии по ключевой процентной ставке. Надеюсь, вы помните, что из-за очевидного и устойчивого снижения инфляции у Национального банка о Швейцарии есть возможность для очередного снижения ключевой процентной ставки. Тем более, что им нужно решать проблему значительного укрепления франка. И я надеюсь, что сегодня реакция рынка будет предполагать ослабление курса франка, особенно в свете того, что пара доллар-франк сейчас находится вблизи психологической поддержки. Откуда, я думаю, можно рассматривать сделки на средний долгосрочный рост. Дальше, переключим внимание на американскую статистику в 12.30 по GMT. Блок данных – это годовые данные по ВВП, первичные заявки на пособия по безработицам и заказан товар длительного пользования. В 13.20 по GMT состоится выступление главы американского регулятора Джерома Павла. Буквально через 10 минут после этого выступит глава ИЦБ Акристин Лагард. И под закрытие торговой сессии в 23.30 у нас будет возможность, друзья, поанализировать данные по индексу потребительских цен Токио. Тоже важный отчет, но я до сих пор ищу наиболее подходящую и оптимальную точку входа для пары доллар-японская иена. И заранее хочу сказать, что если мы сегодня увидим по статистике очередной прирост инфляционного давления, то это будет для меня очень хорошим фундаментом, базой для того, чтобы рассмотреть возможности открытия коротких сделок по паре доллар-японской иена в расчете на последующее укрепление японской валюты из-за того, что Банк Японии может быть созреет все-таки на повышение процентной ставки в этом году. Ну а теперь давайте по порядку. Индекс доллара, текущие котировки 100.60. После тестирования поддержки 100 пунктов снова техническая коррекция. Да, нужно набраться приличных сил, чтобы продавить этот уровень. И сегодня, опять же, в свете тех релизов, которые я перечислил, фундаментально у доллара есть основания, либо база, чтобы при определенном течении обстоятельств найти достаточно поводов для движения под эту планку. Перед тем, как, наверное, в целом проанализировать фундаментальный фон, хочу отметить то, что мы подошли к этому насыщенному, с точки зрения статистики, с довольно мягкими комментариями представителей американского регулятора. Гулсбек, Ашкарий и Бостича, которые в рамках этой недели дали понять, что ФРС принял абсолютно правильное решение, когда снизил ключевую процентную ставку на 50 байсных пунктов. И это решение носит конкретную задачу. Поддержать экономику в условиях снижения инфляции и ухудшения ситуации на американском рынке труда. Но проблема в том, что экономика все еще остается под серьезным давлением. Поэтому нужно, чтобы американский регулятор не избавлял темпов и дальше смягчал национальную монетарную политику. По сути, если посмотреть на инструмент FedWatch Tool, мы всегда обращаем на него внимание. Сейчас вероятность снижения ставки сразу на 50 байсных пунктов в ноябре составляет уже 62,2%. И это как раз реакция рынка на слабые данные по индексам производственного сектора, которые мы получили на этой неделе, на слабый отчет по активности в сфере услуг и провальный отчет по Conference Board по уровню доверия потребителей, где был зафиксирован самый худший показатель за последние 6 месяцев. То есть рынок остается чувствительным к статистике. И, конечно же, сегодня будет реакция на те данные, которые мы будем анализировать после открытия американской торговой сессии. Я не очень-то верю в хорошую статистику. Я почти наверняка могу сказать, что по большинству из этих релизов мы увидим слабые данные. Соответственно, слабый фундаментальный фонд будет хорошей базой для того, чтобы задуматься, нуждается ли экономика США в более агрессивном смягчении экономической политики. И, скорее всего, ответ будет утвердительным. Поэтому среднесрочно. Я не могу наверняка сказать, как доллар отреагирует прямо на сегодняшние релизы. Но я уверен, что после сегодняшнего дня рынок получит больше подтверждения того, что ФРС не свернет уже с пути агрессивного смягчения экономической политики, будет делать это и дальше. Поэтому даже после локального отката, если он произойдет сегодня коррекция, мы все равно вернемся к нисходящему тренду. И сегодня же выступление Павла очень рассчитываю на то, что его тезисы будут похожими на то, что он озвучил во время пресс-конференции по итогам последнего заседания. Потому что это тезисы, которые очень сильно коррелируют с мягким вектором денежно-конференции политики и тоже являются неплохим основанием для продаж американской валюты. Золото 2,661 доллара за трость-конференцию. Продолжаем наблюдать за рынком драгоценных металлов вблизи исторических максимумов. Сантимент соотношения продавцов и покупателей по-прежнему за то, чтобы золото сохраняло именно бычью динамику. 30 против 70. И нет абсолютно никаких сомнений в том, что золото сможет выйти на новые максимумы. Опять же, с учетом того фона, который связан еще с долларом, доходностью и облигацией и так далее. Евро против доллара 1,1140. Пару дней назад вышел отчет АИФО, который был логичным продолжением слабых данных по индексам делуактивности производственного сектора и сферы услуг. И АИФО был примечательным тем, что мы увидели максимальное снижение этого индекса за последние 7 месяцев. Поэтому рынок снова заговорил о вероятности рецессии. Но евро на это не реагирует. Вчера сделал акцент на то, что для европейской валюты сейчас куда важнее перспективы того, что ЭЦБ не будет торопиться со снижением ключевой процентной ставки, потому что опасается роста инфляции. Такая же проблема есть и в Англии. Котировки по фунту 1,3340 сейчас ждем закрепления пары выше отметки 1,35. Помимо резонанса и наследия, скажем так, в виде решения Банка Англии оставить процентную ставку на прежнем уровне, хочу сделать отсылку на комментарии Бейли, главы Банка Англии и главного экономиста британского регулятора Кэтрин Манн, которые опасаются, что из-за значительного роста цен в сфере услуг в августе на 5,6% и все еще высокого показателя средней заработной платы 5%. Но нет сейчас оснований у британского регулятора прямо анонсировать, принимать решения о смещении экономической политики, потому что вот эти показатели, которые я сейчас озвучил, они создают условия для роста инфляционного давления. Поэтому по последним данным Reuters, вот на торговую сессию четверга рынок максимум ожидает 1 снижение ставки в Англии под конец этого года. И я буду продолжать, друзья, об этом говорить, потому что вы должны осознать контраст монетарных политик, которые вырисовываются, сравнивая, например, то, что происходит с долларом и с рисковыми инструментами, и сами прийти к выводу, что у рисковых активов сейчас есть очень много шансов на то, чтобы продолжить развитие восходящей динамики. S&P 500, индикатор отношения инвесторов к риску, 5800. Это новый исторический хай. И мы приближаемся к нашей заветной цели 6 тысяч пунктов. Австралия с платю доллара 0,6850. Ставка на прежнем уровне, но Мишель Буллок дала понять то, что регулятор не откажется от истребины и жесткой риторики до тех пор, пока не увидит устойчивого снижения инфляции к целевому значению по 2%. Но не увидит, друзья. В ближайший год точно во втором квартале инфляция в Австралии составила 3,8%. Это существенно выше целевого ориентира. Инфляция базовая остается выше цели 11 кварталов подряд. И даже если европейский центральный банк ожидает возвращения инфляции к целевому значению только лишь в начале 1026 года, я думаю, что в Австралии это произойдет точно не раньше. Поэтому будем и дальше говорить о возможности соответствующей реакции на высокую инфляцию со стороны регулятора в виде потенциальной вероятности повышения ключевой процентной ставки. По новозеландцу, кстати, похожая картина. 0,6870, текущие котировки. Поскольку Резервный банк Австралии не стал менять ключевую процентную ставку, я думаю, что Резервный банк Новой Зеландии 9 октября тоже воздержится от этого, что может оказать поддержку паре NZD и USD и поспособствовать росту этого дуэта активов выше отметки 0,63. И доллар-франк, как уже отметил, 0,85 к текущей котировке. Ждем роста как реакции рынка на сегодняшнее решение по ключевой процентной ставке. Если ставку снизят, это должно создать условия для укрепления позиций американского доллара против франка. И надеюсь, что рынок эту возможность использует. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.